Пассажиры, приезжающие в Казань на поездах дальнего следования, часто прибывают на вокзал Казань-2 или вокзал Новоровского, станция Восстание-Пассажирская. Он является новым железнодорожным вокзальным терминалом города. В состав терминала входит железнодорожная станция, автостанция и автовокзал, для пригородных и междугородных рейсов, станция метрополитена, северный вокзал, расположенная недалеко от железнодорожного комплекса. Железнодорожный вокзал-вокзал Казань-2, стакан. Восстание-Пассажирская, имеет общую площадь 7890 кварталов. М. Открытие состоялось в 2012 году. Пригородные автобусы отправляются в поселок Васильево и город Зеленодольск. Организованы междугородные маршруты в набережные Челны, Йошкаролу, Н. Новгород, Новочебоксарск, Чебоксары, С. Петербург. В первую очередь терминал предназначается для транзитных маршрутов, которые теперь не проезжают через центр города и основной Казань-1, площадь. Привокзальная. 1А. Через станцию Казань-2 идут 11 транзитных пассажирских составов дальнего следования и 7 электричек в направлении городов Арск-Зеленодольск. В среднем в течение суток на станции обслуживается примерно 520 пассажиров с транзитных поездов и 550 с пригородных рейсов. Телефоны для связи. Плюс 7, 843, 294, 03, 00, плюс 7, 843, 294, 04, 00, плюс 7, 800, 775, 0000. Единая справочная служба ОАО «РЖД», сайт вокзала, официальный, httprzd.ru, Казань-2, ЖД вокзал, адрес, Россия, 420 039, Республика, Татарстан, город Казань, улица Воровского, 33 время работы вокзального комплекса, ежедневно, круглосуточно. ЖД вокзал Казань работают кассы круглосуточно с небольшими паузами, по очереди. Время указано местное. Касса номер 1, 07, 00, 18, 45, 19, 00, 06, 45. Касса номер 2, 7 часов 15 минут, минус 19, 00, 19,15, 7 часов. Дополнительные услуги, имеется терминал самообслуживания. Оплата по банковской карте. Оформление электронных билетов, купленных через интернет. Возврат билетов. ЖД вокзала России. К вокзалу можно добраться следующими видами транспорта. Автобусы номер 6, 18, 29, 33, 37, 40, 43, 53, 62, 76, 78, 89 миллионов 104 тысячи 158. Даост. ЖД вокзал Казань-2. Трамвай номер 1, 6. Даост. М. Северный вокзал. Троллейбус номер 13. Даост. М. Северный вокзал. Проезд от стакана. Восстание пассажирское. Казань-2, до ЖД вокзала Казань-1 без пересадки до старого вокзала идет автобусный маршрут номер 53. Другой вариант, на метро добраться до станции М. Кремлевская. Далее пройти 15 минут или проехать на автобусе номер 74 А, одна остановку. ЖД вокзала Москвы расчет производится как по карте, так и наличными. Пассажирам предоставляется зал ожидания вместительностью 600 посадочных мест, снабженный электронным информационным табло. На заметку. Имеются кассы, камера хранения, терминал регистрации и самообслуживания, различные кафе, пункт медицинской помощи, туалеты и т.д. Wi-Fi с открытым доступом предоставляется бесплатно. У гостей города при упоминании названия «Станция Восстания Пассажирская» возникает вопрос, это какой вокзал? Неофициальные народные названия станции «Транзитный вокзал», «Северный вокзал» и «Новый вокзал». Все это разные названия современного транспортно-пересадочного узла «Казань-2». По градостроительному плану его появление намечалось незадолго до Великой Отечественной войны. Вновь к идее строительства вернулись под конец 60-х ГГ. Строительные работы начали в 1974 году. К 1976 году был готов каркас вокзала. После прекращения финансирования здание в недостроенном виде простояло до 2005 года. Тогда его подремонтировали к тысячелетию Казани. В 2007 году здание вокзала признали устаревшим и собрались сносить. Однако для проведения и обслуживания универсиады 2013 потребовался транспортный узел, объединяющий метро и железнодорожный транспорт. Новый вокзал начали строить на основе оставшегося первого этажа в 2011 году. От старого после реконструкции из всей внутренней отделки сохранилось только настенное мозаичное панно с изображением девушки в национальном татарском костюме. Новый вокзал позволил разгрузить старый в центре города. Проект «Казань-2» составляли с расчетом на развитие в перспективе высокоскоростного движения по ЖД ветки Москва, Н-Новгород, Казань, Екатеринбург. Была проведена масштабная реконструкция путей, платформы всей ЖД инфраструктуры вокзала. На платформах установили современные навесы, перрон выложили брусчаткой. В отремонтированном подземном переходе появился пандус для колясок. Обратите внимание. Внутри установлены турникеты, проход на платформу исключительно по билетам. Пригородные электрички идут в западном и восточном направлениях, в том числе в ближайшие области и республики. Из Казани без пересадок можно доехать до 163 городов России. Первый поезд на обновленный вокзал приехал в мае 2012 года, а уже летом 2013 станция начала функционировать полностью. Через Казань двумя транзитом проходят фирменные экспрессы и простые поезда, следующие в направлении Москвы, Новороссийска, Барнаула, Улан-Удэ, Перми, Ижевска и Дере. Время прибытия в Казань, вокзал Казань-2, и отправление составов дальнего следования электропоездов отображается на онлайн-табло. Уточнить стоимость поездки от вокзала Казань-Восстание-Пассажирское и приобрести билет на поезд пассажиры могут в кассах или на официальном сайте RGD. Касая черта, обратите внимание. Рядом, ИТ-62 метра, расположен северный автовокзал Казань-2. Круглосуточная автомобильная стоянка УЖД вокзала Казань-2, Восстание-Пасс. Подходит для автомототехники, грузовиков, автобусов, прицепов и прочего. Обратите внимание. Здесь дежурит охрана, имеется видеонаблюдение. Цена парковочного места для легковушки 50р, сутки. Предоставляются услуги такси, до вокзала Казань-1-150р, до аэропорта-400р. Звездочка-Звездочка. Цены актуальны на май 2018 года. Список отелей и хостелов, расположенных в непосредственной близости от вокзала, оплата за номер «Звездочка», гостиница Дюна, от 1829 рублей. Отель Дьюкэт, от 2000 рублей. Мини-отель Дукат, от 1900 рублей. Отель Даний, цена по запросу. Хостелы, цена за одну ночь, апартменты Сонусманова 33, от 960 рублей. Квартира на Ибрагимова 2, от 1100 рублей. Апартаменты на улице. Восстание, Д, 57, от 1800 рублей. Апартаменты на улице. Кулахметова, от 1500 рублей. Квартира на Академика Королева, от 1581 рубля. Хостел Агат, от 400 рублей. Лайф-хостел, от 390 рублей. Отель Новинка, от 2945 рублей. Отель Гагарин, от 2000 рублей. Отель Троя, от 2000 рублей. Мон Плезир, от 1800 рублей. Мини-отель Манго, от 420 рублей. Звездочка цены актуальны на май 2018 года. Привокзальная столовая Аланаш предоставляет огромный выбор выпечки, салатов, основных блюд, напитков. Цены умеренные. Хинкальная, Чернышевского 43, вторых. Ресторан Мама Раша на двух этаже терминала 1. Домашняя кухня. Часы работы, 9.19. Кофейня Коста Кофе. Терминал 1А. Круглосуточно. Кофе, множество сортов чая, горячий шоколад, сэндвичи, роллы, снеги, десерты. Магазин-кафе, Биг Темле. Европейская и национальная кухни. Буфет ООО «Шифа». Находится на автовокзале. Часы работы, 6.21. С перерывом, 12.12.30. Кафе русской национальной кухни Емеля. Привокзальная площадь. Ларек Эдээкспресс. Бар, кафе. Привокзальная площадь. График работы, 10.00.00. Ларек, Тюбетей. Работает с 8 по 22. В непосредственной близости от вокзала находятся тортлар, свадебные товары, товары для праздника, булочно-кондитерская, альпари, бытовая химия, косметика, парфюмерия, мебель-холл, джеффест, бытовая техника, магнит-косметик, бахетле, супермаркеты, карманамама, товары для новорожденных, фототовары, текстиль, предметы интерьера, ваш быт, матрасы, детская мебель, бескаркасная мебель, абсолют, металлическая мебель для помещений, мебельные ткани, фурнитуры. Калинка, офисная мебель, мебель для дома, бескаркасная мебель, тимон плюс пумба, товары для животных и ветеринария, воблабер, продукты питания и напитки, клумба, семена и посадочный материал, дом книги, любимый книжный, и в парт, автозапчасти для грузовых автомобилей, катык, кулинария, AUTOP, ITSTOP, автозапчасти. Рядом с ЖД вокзалом Казань-2 находится площадь Восстания, на расстоянии 1,39 км от вокзала, 17 минут пешком. Она и дала название второму ЖД вокзалу. Обратите внимание, площадь располагается в месте пересечения двух центральных улиц города. С севера на юг через площадь проходит улица Декабристов, а с запада на восток – улица Восстания. Казанцы обычно называют ее «угол Восстания». В 11 минутах ходьбы, 854 метра от комплекса «Казань-2», в сквере Гагарина гости Казани найдут памятник авиаконструктору А.Н. Туполеву, открыт в 2014 году. Андрей Николаевич изображен в полный рост с моделью самолета в руке. Около 2 км, 22 минуты, до стадиона «Рубин». В пределах 4-5 км от вокзала находится аквапарк «Ривьера» в Казани, центр пляжного волейбола «Казанка», значимые архитектурные памятники города, красивейшая мечеть Кул-Шариф, дозорная башня Сююмбики, Благовещенский собор, Казанский Кремль и другие. На расстоянии 6-10 км расположены Казанский Петропавловский собор, театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, университетский городок, музей социалистического быта, театр Камала, храм всех религий, музей, аквапарк «Барионикс», казанская ярмарка, дом чая, озеро Кабан, улицы Баумана и Петербургская, природный памятник, комплекс «Голубые озера», три водоема карстового происхождения. Природный комплекс получил свое название из-за донных солевых грязей, им.